Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Войс. Контроль» в студии Вадим Родионов. А я Оксана Антоненко. Спасибо, Вадим. Добрый вечер. Помогает нам звукорежиссер Константин Рост. И прежде чем мы начнем, мы представим наших сегодняшних гостей. По традиции напомним все каналы связи. Во-первых, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните. А также пишите нам в видеочате на портале mixus.lv. А говорить мы сегодня будем о будущей коалиции и о том, есть ли в этой коалиции место Центру Согласия. И в гостях у нас по традиции два эксперта. Арвилс Ашераденс, депутат Сэйм от Единства. Добрый вечер. Добрый вечер. И Валерий Агешин, депутат Сэйм от Центра Согласия. Добрый вечер. Добрый вечер. Господин Ашераденс, давайте с вас начнем. Как считаете, есть ли место для Центра Согласия в будущей коалиции? Это, во-первых, зависит от того, кем президент государства назовет, кому президент государства пригласит состоять правительство. Это неизвестно сегодня, это мы будем знать завтра. Если это вопрос зависит от венотибы, то венотиба свою позицию пока не поменяла, и она венотиба не видит совместное правительство, возможно, с Центром. А вы бы не могли объяснить, почему? Я думаю, что эта ситуация, можно сказать, что она, скажем, во время этого сайма, она, к сожалению, ухудшилась. Во-первых, этот вопрос с ситуацией с Центром Согласия. И если мы говорим о предыдущем сайме, когда этот вопрос сказал, можно сказать, что он каким-то вопросом экзаменировался, тогда один из фундаментальных вопросов, конечно, было партнерство социалистической партии. Если мы смотрим фундаментальные постановки социалистической партии, то в том, что партии социалистов не признают оккупации Латвии, и, скажем, такие вопросы, как выселение 1949 года, называются просто, скажем, необходимым мероприятием и так далее, просто это уже фундаментальный вопрос для среднего, ну, скажем, нормального жителя Латвии. Трудно. То есть уже это вопрос уже ценностей. Для среднего Латыша, может, имеется в виду? Для среднего Латыша, скажем так, мы вопрос уже ценностей. Но если мы говорим о ситуации, которая, конечно, поменялась, это вопрос референдум языка, и, скажем, то, что один из лидеров социалистической ценности, Нил Сушаков, поддержал референдум о языке. И второй из ситуаций, которая начинается с такой дополнительной, такая, что мы можем говорить о так, то есть ухудшилось отношение между, скажем, политической среде этого. Во-первых, это вопрос, то, что начала Русская дума, скажем, с кидками на транспорт, и мы, скажем, с точки зрения уже, я уже могу говорить, с точки зрения уже бывшего, но, скажем, парламентского секретаря Министерства благосостояния, уже такой политический взгляд на это, что это уже идет раскол общества. То есть это билетная реформа. Билетная реформа, да, это уже такой раскол общества, разделение общества между нережанами и нережанами, и я думаю, что это такая очень тяжелая проблема. Я бы этому добавил ситуации, но это уже меньше дискутировалось на, скажем, на таких политических округах, но я думаю, что вопрос, скажем, невзятие на себя ответственности за ситуацию, которая происходила на предданной с 20-летрагедии максимума, и все-таки такое выворачивание этой ситуации тоже ухудшивает эту ситуацию. Так что я бы сказал, что, если все это поставить, сопоставить, то эта ситуация была намного лучше, чем она сегодня. И я думаю, что это с точки зрения Веновы ставить невозможным этот вопрос. Господин Агешин, буквально одно уточнение. Сколько депутатов в Сейме на данный момент представляют социалистическую партию во фракции Центра Согласия? Во фракции Центра Согласия в Сейме работает 30 депутатов, трое из них представляют социалистическую партию Латвии. Господин Наша Радность, что у нас получается? Социалисты их трое в Сейме, больше, скорее всего, не будет, потому что рейтинги Центра Согласия не могут, наверное, так уж, вот так действительно сильно вырасти. Язык и референтум это, опять же, Нил Ушаков поддержал, это Рижская дума. Дальше скидки на транспорт, это опять же Рижская дума. И не брать ответственность за золи туда, это опять же Рижская дума. Почему же вы перекладываете действия в основном, собственно говоря, политиков Рижской думы на национальный уровень? Опять, то есть по закону общественных организаций, вы знаете, что те, каждый член объединения имеет равноправный голос, скажем, вне зависимости от количества депутатов в Сейме, да? Так что это уже, если мы говорим о политической установке, это мы видим, что происходят какие-то определенные, скажем, процессы, в том, что Альфред Рубикс не будет, не будет кандидатом на европейский выбор, но все равно, я бы хотел сказать, эти фундаментальные вопросы до сих пор не решены. Но это же в основном не вопрос фракции Центра согласия, вот то, что вы перечислили, ну, кроме, может, трех депутатов. Вопрос коалиции не только вопрос фракции, это вопрос фундаментальных постановок, да? Так что я думаю, что мы не можем отречаться от этого вопроса. То есть, получается, по трем из четырех пунктов, в общем-то, путь Центра согласия в коалицию на национальном уровне прикрывает Центр согласия в Рижской Думе? Я уже сказал, не только, но это уже, то есть, на вопрос Рижской Думы уже, я думаю, что сейчас ухудшает эту ситуацию отношения с Центром согласия. Господин Агешин, как вы можете прокомментировать аргументы вашего оппонента? Я действительно могу это прокомментировать, отвечать на это я не собираюсь, я думаю, что обвинительный лист еще не закончился, это с горькой иронией, конечно, но, по сути дела, ваши вопросы, уважаемые коллеги, это вопросы о вреде так называемых красных линий в латвийской политике. И мне хочется задать встречный вопрос, по какому праву какая-то партия или группа партий чертят красные линии поперек значительной части избирателей, которые обеспечили победу Центра согласия на выборах как в Рижскую Думу, так и на выборах на национальном уровне. Никто не имеет права проводить сквозь людей, поперек людей, через людей какие-то красные линии. И работа Сейма на протяжении последних двух лет, по-моему, очень четко подтвердила и показала, что красные линии вредны и опасны. Я могу абстрагироваться от Центра согласия сейчас и напомнить о красных линиях между партией реформ Затлерса и Союзом Зеленых и Крестьян. Ну и к чему привели эти красные линии? Ни к чему хорошему, ни к чему хорошему они не привели, и никто не имеет ни морального, ни юридического права проводить через людей красные линии. И через депутатов Сейма тоже никто не имеет права чертить какие-то красные линии, потому что в Сейме один человек, один голос. У партии же все-таки есть право работать с теми политическими силами, которые им больше нравятся, я сейчас упрощаю. Вот это не вопрос красных линий, это вопрос неких политических раскладов. Вы бы, наверное, тоже не со всеми в коалицию пошли? Вы знаете, мы не отличаемся начертанием каких-то красных, синих или зеленых линий. Но с нацблоком в одной коалицию сидели бы? Это тяжелый вопрос, это хороший вопрос, но во всяком случае я могу сказать, что отдельные законы проекта социального характера, например, о дополнительной помощи чернобыльцам были переданы на рассмотрение в комиссии только благодаря голосам Центра Согласия Союза Зеленых Крестьян и Национального Блока, который нарушил коалиционную дисциплину. Поэтому по социально-экономическим вопросам, если это на благо людей, почему не проголосовать вместе с Зелеными, с Национальным Блоком или с кем-то еще? – Можете сейчас озвучить вашу позицию? То есть вы хотите в коалицию любой ценой, вы хотите определенное количество министерских портфелей, чего на данный момент хочет Центр Согласия? – Может быть, вы готовы сформировать правительство? – Сейчас вы немного ошибаетесь, и, очевидно, настал момент подвести итоги двухнедельных переговоров с президентом Латвии о создании коалиции. Мы предложили свежую и неординарную модель создания нового правительства страны, создания правительства из профессионалов. И сегодня на встрече с президентом Латвии мы более детально и подробно комментировали нашу идею, что создавать правительство из политиков, которые хотят превратить министерство в свои поместья за 10 месяцев до выборов – это абсурд. И сегодня нужно обеспечить возможность работать госсекретарям. Это, по сути дела, чиновники высшего уровня, которые руководят всей работой в министерстве. Потому что не министр руководит всей работой. – Министр – политическая фигура. – Министр – политическая фигура. И мы развивали идею на встрече с президентом о том, что сейчас единственно правильный путь – это создание правительства профессионалов, а не политиков. Таким образом, мы избежим соблазна задействовать административный ресурс, хвалить себя любимых за счет налогоплательщиков перед выборами в Европарламент или в СЕИМ. А профессионалы, госсекретари, они ведь не собираются участвовать в политике, они не будут административные ресурсы использовать, и в обратном меня никто не разубедит сегодня. – Но, то есть, в коалицию-то вы хотите, хорошо, допустим, министерствами будут управлять профессионалы. Что же все-таки с коалицией? Какая-то же политическая ответственность за отрасли так или иначе будет существовать? – Да, политическая ответственность в первую очередь ляжет на нового главу кабинета, который должен будет эту команду собрать воедино. И если министерство двигает разумные законопроекты, то я не вижу аргументов для того, чтобы СЕИМ за них не голосовал. При этой модели существенно повысится роль СЕИМа Латвийской Республики. Депутаты активно начнут разрабатывать свои законопроекты, подавать поправки. Куда более активнее, чем сейчас. Потому что на данный момент, к сожалению, мы видим, что СЕИМ, нравится это кому-то или не нравится, превратился в машину для голосования, где автоматически голосуют за передачу в комиссии коалиционные депутаты, не читая нередко законопроекты, которые производят Нагорак и Бенет Министров. Просто автоматом. Но это, наверное, этот упрек не только в сторону коалиции, в сторону оппозиции тоже. Вот все ли депутаты Центра Согласия читают те законы, за которые голосуют? Я считаю, что при модели профессионального правительства, состоящего из кризисных менеджеров или из госсекретарей, увеличится ответственность каждого депутата СЕИМа. А каким образом? Ну, депутаты СЕИМа будут активнее разрабатывать свои законопроекты, зная, что какой-то такой мистической коалиции не существует, и твой законопроект не отправят в мусорный ящик только потому, что ты находишься в оппозиции. То есть это повысит мотивацию, вы считаете? Это повысит мотивацию, вы очень точно определили. То есть вы, насколько я понимаю, хотите в принципе отказаться от модели, когда есть коалиция, оппозиция или как? Мы хотим сказать, что в оставшиеся 10 месяцев до выборов это, на наш взгляд, наиболее оптимальная модель. То есть без коалиции? Совершенно верно. А кто берет политическую ответственность за конкретные сферы? Ну вот, допустим, у нас как принято, если, допустим, что-то нехорошее такое, некачественное происходит, ну, к примеру, в министерстве сообщений есть определенный министр от определенной партии, или который представляет определенную партию, избиратели могут ответить ему тем образом, что не будут голосовать за конкретную партию или вычеркивать конкретного человека. Хороший вопрос. Как все-таки с политической ответственностью при вашей модели, где коалиции нет, и министерствами управляют профессионалами? Хороший вопрос. При этом существенно повышается роль парламентских секретарей. То есть это депутат Сейма нередко, который обеспечивает связь между министерством и депутатами Сейма. Как распределить эти места? Если коалиции нет? Я считаю, что в качестве парламентских секретарей могли бы трудиться представители всех политических сил, представленных все ими. Центр согласия какие министерства готов был бы на себя взять? Значит, если разговор дойдет до этого, и если президент государства назовет конкретное лицо, и если этот потенциальный глава кабинета министров вступит с нами в переговоры, то мы готовы будем предложить своих людей на все посты, на все сферы. Мы готовимся. Безусловно, приоритетом Центра Согласия всегда был, остается и будет оставаться социальный пакет. Это больше всего интересует жителей Латвии, а не мистические, абстрактные принципы правовой коалиции, которые так и так нарушаются и не соблюдаются. Вы абсолютно правы, если мы говорим о Минблаге, а мы о нем говорим, то Минблаг не может идти без финансового пакета. Господин Наша Радонс, как оцениваете такую модель? Как истерику, потому что в государстве абсолютно нет ситуации кризисной. Я просто отступила правительство Домбровского, и сейчас идет нормальный процесс составления нового правительства. Идут дискусии между партиями и поиск, скажем, лучшей модели нового правительства. И главный вопрос – найти общий язык и согласие по приоритетам нового правительства. Это решение, это абсолютное кризисное решение, когда идет вопрос о распуске парламента из составления какого-то технического правительства, которое может, скажем, контролировать ситуацию или закрывать, скажем, вакуум правительства, если не создалось. А может быть, действительно назрела ситуация, когда надо подумать о том, чтобы как-то поменять систему? Ведь ни для кого не секрет, что не всегда министры понимают, что происходит в той сфере, которой они управляют. Может быть, действительно пора перейти на правительство профессионалов? К тому же трагедия в Золе туда внесла определенные коррективы. Впервые наши спецслужбы работали по закону военного времени. Это тоже, наверное, этот фактор, он как-то определенное влияние оказывает. И на политическую жизнь. 54 погибших такого не было за все годы независимости. Во-первых, отношение трагедии в Золе туда. Я думаю, что свою долю ответственности предыдущая правительство на себя зала, отступя от своего мандата, я думаю, что это был очень такой важный шаг в политике, все-таки взять на себя ответственность за этот вопрос. И мы уже должны сегодня быть, это не вопрос выбора неправильных винтов, или, скажем, не только конструкции, но, скажем, уже этого процесса как таковой. Так что, я думаю, что... Может быть, действительно пора поставить профессионалов? Ну, насчет профессионального, ну, давайте, скажем, этот кризис, можем так назвать, не вопрос, чтобы менять порядок государственный. Эта система создана, она система политических партий. То есть она себя оправдывает. Она себя оправдывает. Скажем, я не вижу смысла сейчас этой ситуации, ну, менять ее. Так что мы не слышим никаких аргументов по этому вопросу. Господин Агешин, может быть, назовете бы несколько аргументов в пользу профессионального правительства? Меня на самом деле господин Аширадон сегодня очень и очень удивил, употребив слово истерика применительно ко мне. Меня можно обвинять в чем угодно, но ни разу в жизни никто, ни мама, ни папа, ни избиратели меня не обвиняли в истерике. Я так и не понял, в чем проявляется истерика, что это за слова такие. По-моему, надо доказывать то, что вы говорите, и за свои слова отвечать. В чем истерика Центра Согласия, я хочу понять конкретно. Господин Аширадон. Потому что, скажем, идет нормальный процесс составления нового правительства. Мы говорим, нет, у нас кризисная ситуация, нам надо уходить от существующего порядка государства, нам надо создавать новые кризисные модели правительства. Я думаю, что это такое неуравновешенное отношение к этой ситуации. Господин Агешин, может быть, все-таки можете пару слов в пользу профессионального правительства? Да, хорошо. Если мы используем модель профессионального правительства, при которой министрами становятся государственные секретари, то существенным плюсом является то, что эти люди являются профессионалами своего дела с большой буквы. Потому что они, как правило, длительное время работают в министерствах. Это чиновники высшего уровня в хорошем смысле этого слова. Они понимают ситуацию в министерстве, они понимают тему. Они не являются политруками какими-либо. И поэтому государственные секретари, кризисные менеджеры, я допускаю приглашение кого-либо из профсоюзного, например, сектора, или из сектора предпринимателей, которые конструктивно, скажем так, критиковали правительство в свое время, чтобы эти люди тоже проявили себя. То есть существенный плюс – это профессионализм. Эти люди не будут перед выборами заниматься популизмом в министерствах. Они не будут бросаться лозунгами. И они не будут использовать административный ресурс. То есть, эти люди же зависимы от партий, от плечистой поддержки. Важная вещь – мы никогда эту модель не использовали. Сегодня, когда до выборов осталось 10 месяцев, нам представляется модель наиболее оптимальной, правильной. И, насколько мы знаем, эта модель пользуется и поддержкой в обществе. То есть, вы хотите эксперимент совершить? Это своего рода полигон такой, вот этот у вас оставшийся ответ? Я возражаю против слова «эксперимент». Это не эксперимент. Какой же это может быть эксперимент, если министрами становятся госсекретари, которые долго там работают и понимают, как движутся законопроекты, как происходит процесс разработки законопроекта. Это никакой не эксперимент. А может быть, кто-то из госсекретарей реально станет хорошим министром. Если кто-то задаст вопрос, а куда потом этих госсекретарей девать, госсекретарь становится министром, госсекретарем становится один из его заместителей, парламентскими секретарями становятся депутаты Сейма от всей Франции. То есть, такая возница кадров. Можно сказать так, но это не эксперимент. Эти люди подготовлены априори. Они прошли школу. Они не с улицы вчера пришли в министерство. Они там давно работают. Хорошо, я понял. Господин Ашер Радонс, вот как прокомментируете? То есть, может быть, действительно вырисовывается некая технология, профессионал один заменяет другого, и таким образом мы получаем специалистов на ответственных постах, а не назначенных политиками министров. Некая преемственность появляется, нет? Ну, как сказать, хотим поломать всю систему, как работает государственная машина. Так может быть, есть какие-то проблемы в этой системе? Я, понимаете, ну, мы говорим уже, это уже такие кризисные решения, но я не вижу признаков кризиса, чтобы об этом говорить. Но если мы пошли в эту дискуссию, тогда есть определенный порядок, как работает министерство. Есть бюро министра и министр, который определяет политические приоритеты для министерства. И это является моделью, как это управлялось. Потом идет административное управление министерством, как правильно отметил коллега, это производство госсекретарем. Он определяет департаментам приоритеты, которые должны работать. И тоже назвалось это политическое, и мы говорим, в каждом министерстве есть парламентский секретарь, который, скажем, работает с парламентом и, скажем... Ну, осуществляет связь. Осуществляет связь с парламентом, да. Если мы эту систему ломаем, что госсекретарь на время становится министром, рушится эта система баланса, которая... Потому что госсекретарь, он не политическая фигура. Он отвечает министерству за преемственность политики, чтобы они, скажем, плавно переходили с одного политического управления на другое. Может быть, это лишнее звено? То есть министр... Министр, да. Как политический наставник. Ну, тогда мы можем сказать, что лишнее звено парламент, и у нас хватит и парламентским... Тогда у нас делаем президентальную республику, и так далее. Я думаю, что мы идем в очень опасное направление. Ну что ж, вернемся и продолжим сразу после новостей, и рекламы не переключайте. Ну, мы продолжаем. Это программа «Войск-контроль». В студии по-прежнему работает Оксана Антоненко. И Вадим Родионов. Помогает вам звукорежиссер Константин Рост. И прежде чем мы продолжим, я по традиции напомню, все каналы связи. Это телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Пожалуйста, не стесняйтесь и активно ими пользуйтесь, а также пишите нам в видеочате на портале mixnews.lv. А я напомню, что в гостях у нас два депутата Сейма. Арвил Саши Раденс, единство. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Валерия Гешин, Центр Согласия. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. И говорим о том, как может выглядеть будущее правительство и будущая коалиция, есть ли в этом правительстве и в этой коалиции место для Центра Согласия. Давайте сразу звонок примем. Сорвался у нас. Да, я напомню еще раз телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, у нас есть звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, вот в нашем государственном устройстве все время дилемма, которая очень серьезная перед парламентариями. Значит, сделать политическое правительство, которое обладает большинством в парламенте, это одно, и все время так у нас получается. Но сделать правительство, которое обладает доверием широких слоев населения и избирателей, это совсем другая вещь. Вы посмотрите, фактически арифметика в пользу единства и тех партий, которые образуют коалицию. Но они не пользуются никакой поддержкой населения. Партия реформ 0,00 и 7 каких-то десятых процента. Значит, националы в лучшем случае 10 и единство 15. Вот у нас получается, что вот это устройство, оно изнутри разлагает нашу государственность. Понимаете? Спасибо. Да, такая политическая арифметика, насколько она справедлива. Я огорчен тем, крайне огорчен, что господин Ашераденс не заметил кризиса в системе государственного управления. Я во многом могу присоединиться к звонившему и назвать три основных признака этого кризиса, и очень серьезного, который сейчас проявляется. Во-первых, уровень доверия Сейму давно упал и давно держится ниже всяких норм приличия. Это раз. Второе. Люди требуют пересмотра избирательной системы и создания одномандатных округов, чтобы один депутат избирался от конкретного избирательного округа, а не по партийным спискам. И, в-третьих, большинство жителей Латвии настроено на всенародное избрание президента. Но, извините, пожалуйста, что это, как не симптомы кризиса доверия к существующей системе государственной власти? Хорошо, господин Агешин, а как в таком случае проверить, если мы действительно создаем правительство профессионалов, как проверить доверие общества к этому правительству профессионалов? Тут эти опросы нет рейтинга, скажем так, профессионалов, чиновников. Ну, знаете, в конце минувшей недели одно телевидение провело такой опрос, если мы верим вообще рейтингам. Этот опрос показал две любопытных тенденции. Во-первых, что около 45% жителей Латвии эту идею о правительстве профессионалов, не партийных, поддерживают. И 26% поддерживают идею о том, что центр согласия должен возглавить формирование правительства. Я подчеркиваю, если мы верим рейтингам. То есть спрос на такую идею есть, и мы, скажем, не взяли это с потолка. Да, эта идея описана во многих учебниках, касающихся государственного устройства стран Западной Европы. То есть это не какая-то фантазия. Я считаю, что мы должны это попробовать, и на постах подготовленные люди окажутся. Господин Ашараденц, в таком случае вопрос, скажем так, может быть идеологический. Если уж действительно энное количество лет подряд рейтинги показывают, что центру согласия доверяет определенное количество населения, избирателей. Это мы видим на выборах и так далее, и так далее. Я понимаю, что у вас есть какие-то расхождения в ценностях. Вам не нравятся социалисты, вам не нравится то, что происходит в Реческой Думе. Но, может быть, действительно как-то стоит подумать о том, чтобы не совсем уж игнорировать вот эти вот 30% граждан, которые голосуют за ЦС? Это абсолютно правда. И, конечно, мы видим, каждый уже два парламента уже подряд. Центр согласия, можно сказать, побеждает эти выборы. Так что игнорировать это абсолютно нельзя. А почему вы тогда отвергаете идею о том, чтобы принять его в коалицию? Я уже сначала старался сказать эти фундаментальные вопросы. И это абсолютно фундаментальный вопрос ценностей. Но вот с одной стороны у нас ценностей, с другой стороны у нас ценностей. Я уже старался сказать об этом, что в каком-то смысле уже ситуация, она уже в каком-то смысле улучшалась, скажем, например, по вопросам социальным, уже здесь намечалась, здесь был найден общий язык в очень многих вопросах. А второй пример, я хочу сказать, что, например, одну из комиссий, то есть комиссии по государственному управлению, господин Логополов руководит ей очень, даже сказал, очень успешно. И, например, так же, как БАЧ, скажем, социальная комиссия управляет. Так что я думаю, что были и многие, скажем, ситуации, где искался такой общий язык по разным вопросам. Так что... Но избиратели энное количество раз, наши радиослушатели, которые, возможно, голосуют за ЦС, энное количество раз, задавали нам вопрос о том, когда же все-таки нас перестанут игнорировать, когда же ЦС будет правительством. То есть, возможно, все-таки, вероятно, для людей, которые голосуют за Центр согласия, важным является нюанс присутствия. Да, я понимаю. Во-первых, сейчас инициатива в руках президента государства. Венутий бы одна из партий, которая составляет... Одна из, скажем, партий, пяти партий в парламенте, пяти политических групп. И, скажем, это... То есть, я определил позиции Венутий в этой ситуации. Так что вопрос, как составлять, какой будет следующим правительством. Мы свой, скажем, мы свой шаг сделали. Президент среагирует завтра. Увидим, какие будут реакции. Так что... Но то, что отношения в Венутий бы... Мы говорим, что эта ситуация ухудшилась в последнее время, скажем, с этой ситуацией, которая Рижская дума. Но все-таки это неотъемлемая часть Сасканеццентра. Я уже говорил, например, вопрос по этим транспортным ситуациям. Это не только маленький вопрос о билетах. Мы против раскола общества. И мы видим эту ситуацию в Эстонии, где это уже ухудшается, эта ситуация с каждым днем. И мы не хотим это видеть в Латвии. Второй вопрос уже. Мы считаем, что таки мэр Риги тоже должен был принять на себя ответственность за трагедию в золотоуде. Он на себя этой ответственности не взял. И это все-таки ухудшает эту ситуацию. Так что будем смотреть, как политические вопросы будем развиваться. Но я хотел эти политические реальности... Вы знаете, я считаю, что нам пора менять подход к самому понятию министр. Если до этого министр и министерство, это было как помещичье угодие какой-то конкретной партии. И не лезьте, пожалуйста, как говорится, это наше министерство. Это ответственность национального объединения или единства. То я предлагаю принципиально менять подход и исповедовать, скажем, следующее. Что министр – это всего лишь навсего инструмент и орудие труда для того, чтобы, насколько это возможно, обеспечить благосостояние жителей. Это не политический ставленник, а орудие труда, инструмент. Почему мы все время говорим о министерствах как чьих-то поместьях, каких-то помещих угодях? Это в корне неправильный подход. Министерство содержит все налогоплательщики. Непонятно, что значит угодие. Например, если мы говорим о минблаге, я отмечу только одну инициативу. Например, занятость. И сейчас мы работаем о, скажем, фундаментальной перемене отношения к вопросам занятости. И мы работаем вместе, где совет, скажем, по занятости, где основном три, скажем, или четыре министерства дальше сотрудничают. Это Министерство образования, Министерство экономики, Министерство благосостояния и Министерство юстиции. То есть три партии занятости. Да, потому что это невозможно в сегодняшнем современном мире, скажем, сказать, что это вот мы же веноты были. Просто этот политический процесс не будет работать. Это немножко какой-то старинный взгляд на то, как происходит процесс правительства. Господин Агешин, все-таки сегодня Центр Согласия выдвинул кандидата в премьер-министра. Не приоткроете заявить тайно, кто это? Я не могу скрыть того, что мы с президентом государства разговаривали не только о нашей идее правительства профессионалов, но и обсуждались отдельные персонали. Но я не принадлежащий к партии Центр Согласия. Но я хочу подчеркнуть, что я считаю некорректным со своей стороны оказывать давление на президента государства, бросаться конкретными именами и фамилиями, потому что строго по Конституции это и право, и обязанность президента страны назвать конкретного кандидата, кто будет формировать правительство. Вы можете подтвердить, скажем, или опровергнуть информацию о том, что это Ингуна Судруба? Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Мы разговаривали как серьезные мужчины сегодня, пусть никто не обижается. И мы договорились о том, что Центр Согласия не будет выходить ни с какими заявлениями в прессу, в общество, не отнимая эти полномочия у президента страны. Это должен делать президент, мячик на его стороне футбольного поля. Давайте примем звонок, одевайте наушники. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. У меня небольшой комментарий и маленький вопросик. Там все умные люди сидят, и наверняка они понимают, что есть понятие законно, а есть понятие справедливо. Так вот, то, что сейчас в Латвии происходит, это когда коалиция власти состоит, по сути дела, из меньшинства, это может быть и законно, но никак несправедливо. А теперь маленький вопрос. И хотелось, чтобы на него бы ответили, может быть, оба господа-товарищи, но только без демагогии конкретно. Вот сейчас все говорят о таком понятии, как политическая ответственность. А что это такое? Есть ответственность уголовная, есть ответственность административная, и какая-то другая. Но а что такое, по сути, политическая ответственность? Спасибо. Давайте так очень коротко и сжато. Вот господин Леонид Ашрадонс, на ваш взгляд, политическая ответственность – это что? Политическая ответственность – это добровольный отказ от мандата, который, скажем, полученный политическим процессом, берет на себя отставку правительства или министра в ситуации, когда он берет на себя, или руководитель правительства или министра, берет на себя ответственность из-за происходящего процесса, говорит, я при этой ситуации не имею права иметь полномочия и продолжать эту работу. То есть такая редкая штука, да, в наших рядах? Ну, это очень редкая штука, мне кажется, что... Я приведу пример, например, с этой сгорания крыши Рижского замка. Ну, это такой, наверное, из самых старейших зданий города Риги, это цитадель и, в каком-то смысле, символ. Ну, там, все-таки, там вопрос идёт вокруг кончика и ответственно не найти, и так далее. Я думаю, что этот вопрос с этой ситуацией, я думаю, что он будет меняться, потому что до сих пор было как-то так, всё-таки все выкручивались и так далее. Я думаю, что это... В каком-то смысле я хотел бы сказать, что это немножко такая новая эра в латвийской политике. Сказал, что всё-таки правительство, даже не министр, но всё правительство отступает в ситуации, когда такой кризис и берёт на себя ответственность. Господин Агешин, на ваш взгляд, политическая ответственность – это что? Отвечаю очень коротко. Первое. Чёткого определения нигде нет. Это раз. Второе. Если ты плохо работал, игнорировал людей, играл ими в футбол, тебя не выберут во второй раз, не переизберут в качестве депутата. Третье. Одна из разновидностей. Ты ушёл в отставку и бросил ружьё в кусты, и испугался на себя брать ответственность за решение проблем. И четвёртое. Ты остаёшься работать, несмотря ни на что, решаешь проблемы, увольняешь чиновников, бьёшься за своих людей. То есть, понимать политическую ответственность можно по-разному. А за своих людей это за кого? За своих избирателей, например. Или, например, за всех рижан, или, например, за всех латвийцев. Вы понимаете, наверное, на что я намекаю? Да, скорее всего. Я ещё зачитаю то, что думают наши радиослушатели. Вот, по мнению нашего радиослушателя, уж простите за тавтологию, политическая ответственность – это тайм-аут со сменой одной тёплой работы на другую, не менее тёплой. Вот такое мнение высказал в видеочате он. Давайте ещё звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире говорите. Добрый вечер. Добрый. Сергей Ридер. Господин Агешин, какая нужна помощь вам от жителей для того, чтобы решить вопрос на частной земле под многоэтажными квартирными домами? Спасибо большое. Ну, это, наверное, не относится к теме нашей сегодняшней дискуссии. Но, тем не менее, если хотите ответить... Господин Агешин, я надеюсь, что в течение работы 11-го Сейма, ещё до выборов, этот вопрос будет решён. Когда скажу правду, вы задали прямой вопрос, дам прямой ответ. Когда Центр Согласия взялся за решение этой проблемы в Сейме, наш законопроект был отклонён грубым образом и без объяснений. сказали, что разработает Министерство юстиции. Министерство юстиции разрабатывает его до сих пор. Вот. И обещает, и кормит завтраками. Вот задача для партии власти. Пожалуйста, решайте. Ну, это тема для другой дискуссии. Мы наверняка к ней вернёмся в течение следующих эфиров. А пока ещё один звонок. Здравствуйте. Вы в эфире говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Уважаемые господа. Я надеюсь, что придёт время, когда партия господина Шерадонса отправится на ту, извините, политическую помойку. Где там ЛТ, там где Первая партия, где Народная партия. Задавайте вопрос, пожалуйста, очень мало времени. А, 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 хочу сказать одну штуку. Господин Кажетович в своё время сказал, что зря не взяли в правительство Центр Согласия. Если сейчас Центр Согласия каким-то образом попадёт в правительство, очень может быть, что он так себя дискредитирует, что на следующих выборах потеряет голоса. Спасибо за ваше мнение. Ещё один звонок. Здравствуйте. Говорите очень коротко, пожалуйста. Добрый вечер. Да. Вопрос о Гешино. Зачем Центр Согласия ломится в правительство? Пусть единство черпает это до конца. На их памяти останутся отобранные пенсии у работающих пенсионеров, Залитуды, Парэксбанк, Латвис Металлург, Аэрбалтик. Пусть они едят до самого донышка. Спасибо, да, господин Агешин. Вот действительно, в имиджевом плане нужно Центр Согласия стремиться во власть, потому что там тоже не сахар. Спасибо. Такое мнение от души и не по-детски, так скажем. Но и мы не на детские темы разговариваем. Я скажу две вещи. В переговорах о создании правительства мы по-прежнему участвуем и от борьбы за власть не отказываемся. Это раз. И второе, в то же самое время мы не собираемся унижаться и напрашиваться в правительство Латвии. Слово за президентом. Давайте еще один звонок под занавес эфира. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я тоже вот с последним звонившим могу присоединиться. Не политолог, но тоже считаю, что Центр Согласия сейчас... Им просто на руку делать вид, как будто бы им туда надо. Но они в глубине души понимают. Там им делать сейчас нечего. Действительно могут себя сильно дискредитировать. За эти последние оставшиеся месяцы ничего серьезного не сделать. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Ну что ж, будем подводить итог нашей сегодняшней программы. По 10 секунд мы дадим нашим гостям, чтобы подытожить их позицию. Вот, господин Ашарадонс, 10 секунд. Почему, на ваш взгляд, Центру Согласия не место в правящей коалиции? Очень коротко, сжато, чтобы подытожить все, о чем мы сегодня говорили. По-моему, я новых аргументов не выдвинул в этой ситуации. Я только хочу сказать, что вопрос сейчас стоит за президентом. Он завтра даст какой-то ответ. И я думаю, что начнется какой-то второй этап переговоров за составление правительства. Я только хочу сказать, что я не вижу кризисной ситуации. Это нормально, что правительства отступают и создаются новые. И этот период очень важен, чтобы, скажем, политики, я думаю, тоже избиратели поняли, какие новые политические реалии сейчас создаются. И какой политический сценарий был бы наилучшим для развития общества. Спасибо. Господин Агершин, 10 секунд. Почему, на ваш взгляд, Центр Согласия должен и может войти в правительство сейчас? Правительству не доверяют, потому что оно создано без участия победителей выборов. Это раз. И второе. Я очень надеюсь, что президенту страны хватит политической воли не создать правительство Чуриков номер два. Спасибо. Это была программа «Войсконтроль». Кто из наших гостей, Арвел Ашер Адонс или Валерий Агершин, его сегодня прошел судить вам, нашим радиослушателям. Но мы, Оксана Антоненко. И Вадим Брагин. С вами прощаемся до завтра. Завтра встретимся в программе «Вопрос с пристрастием». Спасибо нашим гостям. Всего доброго и до свидания.